Приветствую вас, я помню ваш вопрос, помню, вы задавали его, там была такая похожая история, только, по-моему, там было то, что мужчина к вам охладел, вроде бы, насколько я помню. То есть, там вы заселяетесь с ним, значит, в квартиру, вот, сближаетесь, вас объединяет только секс, но при этом вам хочется чего-то большего, да, а, как бы, он к вам охладел и вы, собственно, вроде бы, задавали вопрос о том, что вам делать в этой ситуации. Вот, сейчас здесь у вас получается такая история, что молодой человек отвечает вам взаимностью, узнает вас, но осторожно. И вы знаете, самым лучшим, на мой взгляд, вариантом решения данного обстоятельства было бы то, что вы оставили бы всё как есть сейчас. То есть, не торопили бы его, а просто позволяли всему этому медленно идти, потому что специфика ваших отношений такова, что мужчина вполне возможно боится того, что вы не постоянные, того, что вы можете в любой момент его бросить и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и ему нужно время для того, чтобы раскрыться перед вами, потому что, ну, вы, вы правы в том, что сложно воспринимать женщину, с которой ещё недавно. Он только спал, а теперь уже в качестве у кого-то более серьёзного, да, это сложно, и на это нужно время. Вот, поэтому я думаю, что спешить не стоит, торопиться не надо. Вот. А, как это видится мне, по крайней мере, торопиться не стоит. Вот. Лучше дать ему возможность спокойно себя проявлять. Вот. Лучше дать ему возможность спокойно пробовать свои силы, потому что я так подозреваю, что опыта у него не так много. Ну, а вам, вот именно вам, я бы рекомендовал поработать вот в этом направлении, а именно, почему вам сейчас хочется большего, да, и то, что вы хотите большего, стимулирует вас, ну, по сути дела, к тому, чтобы плакать, плакать, к тому, чтобы переживать. То есть, опять, по сути дела, чувствовать какую-то, знаете, невротичность, что ли. То есть, это ваши собственные проблемы, это ваша собственная проблематика, с которой нужно работать именно вам самой. Это ваша собственная боль, связана она с тем, что вы влюбились, там, в женатого мужчину, да, то есть, это, там, проблема с самооценкой, скорее всего, да, и потребность в любви. Любви, вот. То есть, вам нужно, чтобы вас любили, вам нужно, вы не хотите быть одна, вот. Именно это, опять же, на мой взгляд, послужило причиной того, что вы терпели потребительское отношение к себе своего первого, ну, точнее не первого, а предыдущего мужчину. Вот. Вообще, мне кажется, что, знаете, у меня сейчас такое чувство дежавю возникло, когда я вот вспоминаю ваш вопрос и причитываю его уже. Я, по-моему, высказал такое мысль, что вы в некоторой степени получаете удовольствие от того, что происходит. Вот. То есть, вы получаете удовольствие от того, что во всякие отношения с мужчиной. Вот, если вам, ну, нравится, так вот, сперва, может быть, сперва использовать, сперва спать, да, так вы мужчину узнаёте. Вот. И по-другому отношения строить вы не можете. И, в принципе, я не думаю, что это обязательно плохо. Я думаю, что, обратно, нужно чётко понимать для себя, что вы делаете, для чего вы делаете и так далее. Вот. Вот смотрите, да, давайте просто проанализируем. Значит, два года назад у меня была очень сильная любовь к женатому мужчине. Вот. Соответственно, вам 21 год, а у вас очень сильная любовь к женатому мужчине. Вот. Совершенно очевидно, что эта любовь, да, она не здоровая. Не в том плане, что вы не имеете права любить. Вы влюбились, это здорово. Но, а любовь, любовь, если она есть, если она действительно, ну, если она настоящая, да, именно любовь, то это, это несёт счастье вам в первую очередь. Понимаете? То есть вы наслаждаетесь, вы наслаждаетесь от того, что вы любите. А поскольку наслаждения не было, да, то, соответственно, это невероятное невероятическое чувство. Вот. Вот вы пишите, да, это была очень тяжёлая и продолжительная история. Чем это обсловлено? Вашей потребности в любви. То есть, возможно, возможно, что только лишь возможно, что ваш папа был от вас очень сильно отстранён, либо его вообще не было, либо он недостаточно проявлял к вам своего внимания, вот. И вы, собственно говоря, ну, не чувствовали себя любимой именно мужчиной. Мужчиной. Вот. Мужчиной любви вы ничего не чувствовали. Вот. Ну и, конечно, вот это породило такое вот ощущение, такое вот чувство и потребность в том, чтобы любить женатому мужчину. Вот. Ну и я думаю, что женатому мужчину было не 20 год. Вот. Я думаю, что женатому мужчине было гораздо больше, чем, ну, чем вам, скорее всего. Вот. И это тоже про детские родительские отношения. Ну, и бывает такая история, что женщина хочет доказать своей маме что-то. Такая история тоже бывает. Такая история тоже, возможно, вполне. Вот. Но в любом случае здесь у вас имеет место быть, ну, что-то с родителями. Вот. Потому что, потому что вот недолюбленность, она здесь чувствуется очень сильно. Вот. Ну и с недолюбленностью все, естественно, можно работать, да. То есть это различные уровни, так скажем, тупика. Это различные уровни тупика. То есть, если, например, родители в целом были настроены к вам хорошо, в целом любили вас, в целом, именно в целом делали для вас. Какие-то важные, важные вещи. Да? Например. Вот. То это, называется, тупик, первой, вторую степень. Первого, второго уровня. Если с родителями было все совсем плохо или вообще не было, не было никого, ну, сказать, не было отца, например. Это тупик в третьей степени. И здесь, конечно, все немножко, все немножко сложнее, но просто дольше по времени это будет, ну, происходить. А так, в принципе, все это можно подкорректироваться, все это корректироваться. Вот. То есть, понятно, да, что длительная, длительная, тяжелая история, значит, сильная любовь, сильная любовь. Это, вот, вследствие этих самых вещей. Спустя два года расстояние я все же охладел к этому человеку, но очень медленно, думал, что никогда не полюблю больше никого. Ну, это, в принципе, нормально. Вот. Особый интерес представляет из себя процесс того, как вы охладевали к мужчине. То есть, что вы переживали в этот момент, что вы думали, о чем вы думали в этот момент, что хотели. То есть, вот, ну, это все имеет, конечно, очень большое значение. Думала, что мне всего так мало лет, а я уже с разбитым цветом. Ну, здесь, конечно, вы склонны сами себя жалеть. Вы склонны сами себя жалеть. То есть, это такая деструктивная позиция с, ну, со снятием ответственности. С себя. То есть, как это получается? Значит, что мне плохо? Да? Вместо того, чтобы признать, что я не случайно оказался в этой ситуации, не случайно. Вместо того, чтобы признать, что я, значит, была в этих отношениях с мужчиной не просто так, а потому что это было обусловлено, обусловлено моим состоянием. Это было обусловлено моими потребностями. Вот. Вместо этого вы говорите о том, что, ну, вот, что я, у меня так мало лет, а я уже с разбитым цветом. То есть, это вот тоже такая деструктивная позиция. Да? Вот. Это жалость к себе и сорнование себя жертвы, а значит, снятие ответственности с себя. То есть, вы снимаете с себя ответственность за это произошло. Думала так, а потом встретила парня в прошлом году, и так получилось, что он меня вовсе не интересовал. Встреча стала нормальным, так как любовь первая навсегда. Вот откуда такая установка, да, что первая любовь навсегда. Первая любовь это, в принципе, не любовь даже. То есть, это необходимо, да, но это, ну, не знаю, первая любовь это, это человек учится чувствовать. Вот это. Вот, откуда у вас эта установка взялась? Так получилось, что он меня вовсе не привлекал. Вот опять. Вот опять. Так получилось, пишите вы, да? Так получилось, что он меня вовсе не привлекал. Не так получилось. Меня устраивало то, что он меня не привлекал. Я не хотел, чтобы он меня привлекал. Или я не хотела признаться, призноваться себе в том, что он меня не привлекает. Понимаете, то есть, когда вы говорите, так получилось, вот так получилось, это, ну, всё, это от меня не зависит, от меня это не зависит, от вас это не зависит, вообще ни от кого не зависит. Но это же происходит с вами, это происходит потому, что вы принимаете решение, вы хотите этого, понимаете, вы же, вы же как-то, да, позволили ему, вот, войти, ну, в вашу жизнь, вот. И я не думаю, я не думаю, не считаю, что это произошло случайно, потому что так получилось. Дальше. Так, я считала, мы с ним просто спали, ну, мы с ним просто спали. То есть, вы просто, по сути, получали свою долю любви, ну, возможно, на безопасном уровне, вот. А может быть, вы считали, что не достойны ничего больше, кроме игрок, кроме этого, он меня пытался обменить, что я пофигистка, что мне вообще ничего не надо, кроме секса, и тогда я постоянно тиранил, я был с ним как кукла, равнодушная, пофигистичная, все еще, вспоминающая свою любовь. Ну, это отношения, по сути, знаете, где каждый друг использовал. Вы использовали мужчину для секса, а он вас использовал для реализации своих страхов, своих комплексов и так далее, по сути, здесь. Вот. Опять же, вы считаете себя достойной такого. Вы считаете себя достойной такого отношения к себе. Откуда это вы думаете? Дальше, значит, эм, так, мы с ними расстались и через неделю встретил другого парня, эээ, ну, понимаете, нам, то есть, вот, работы нам с тобой нет. Была зависимость любовная, через два года вы охладили. Кстати, это еще не факт, что вы охладили. То есть, может быть, и не охладили. Может быть, все вот это, что вы делаете, это следствие. То есть, вы же плачете почему-то из-за того, что мужчина вас не приглашает, там, куда-то в кафе, там, и так далее. Вот. И любовь для вас, любовь, это я хочу. Это не я тебе что-то сделаю, не я для тебя что-то сделаю, а я хочу. Вот что такое для вас любовь. А это не любовь. Понимаете? И, возможно, именно поэтому вы и плачете от того, что ваш настоящий молодой человек, ну, текущий молодой человек, не дает нам того, что вы хотите. То есть, вы не чувствуете себя с ним так, как вы хотите. А вопрос возникает. А как вы себя чувствуете? Любимой. А что мешает чувствовать себя любимой, вне зависимости от того, делает кто-то что-то или нет? Вопрос. Должен ли мужчина водить вас, ну, куда-то там, в кафе, там, или что-то, куда-то еще? Нет, не должен. Он может. Он может. Да, он может. Он может. Он может, но он не должен. Понимаете? Вот. Он не должен это делать. А вам это нужно. Понимаете? Да, можно его там мотивировать, да, можно там, как-то сделать так, чтобы он захотел. Это можно, как говорится, влюбить его в себя. Но это другая история. Это история, скорее, из пикапа. Это история про пикап. Это история про работу с, ну, уже с ним. То есть, можно, можно работать с вами, да, проанализировать молодого человека, ну, просто, как бы, лучше узнать и понять, как вам лучше себя вести. Это да. Но это не то же самое. Дальше. Так, я сменил место проживания. Насказался соседом по комнате в одной квартире. Мне двадцать лет. Сначала мы просто здоровались, потом они нас пообщались, сидели до вечера, болтали, я не знаю, что на меня нашло. То ли то, что я неделю назад расстал с парнем, то ли воспринял его, как очередного мальчика для секса. Я буквально заставила меня его, заставила его меня рассказать. То есть, вы заняли доминирующую позицию. Вы заняли позицию доминирующую, позицию родителям, по сути. Вот. Ну, то, что молодой человек определённо склонится, чтобы над ним доминировали, это очевидно. А то, что вы, так сказать, попали в лунку, это тоже очевидно. Вот. А вот то, что на вас нашло, нужно исследовать. Потому что, вот такое поведение, оно не нормально. То есть, очевидно, что вы что-то компенсировали. И очевидно, что молодого же человека вы использовали. И очевидно, что молодой человек, раз вы не глупые, да, он это понял. Он понял, что вы его используете. И если он понял, что вы его используете, то его поведение, это абсолютно нормальное поведение в реакции на то, что вы, ну, на то, что его использовали. Вот. Так. Вот вы говорите, что сидели и до вечера болтали. Общались, что-то. Так. Это продолжалось около месяца, мы совсем не разговаривали, не узнавали друг друга. По большей части это было из-за меня, просто делали это и делали друг друга приятно и всё. Мне было нормально. Он как-то принял, наверное, это, хотя хотел со мной заговаривать. Потом мы переспали, инициатором чаще всего была я. Ну, то есть, вот, опять же, вы здесь используете его. Когда не особо общались, я ещё с собой-то поздно возвращался. Вот в какой-то момент мне, в какой-то момент стало мало этого, мало, что ли. Кому? Кому? Кому мало? Мы вроде оба не глупые, для нас это стало слишком примитивно как-то. Но вот здесь вы опять говорите за вас обоих. То есть, кто мы, для кого нас, нет никаких вас. Если вы и он. Говорить нужно только за себя. То есть, я не глупая, для меня это стало слишком примитивно. А, значит... Мои сексуальные отношения уже превышили себя, и мне захотелось чего-то большего. А, значит, всего-то в какой-то момент мы начали общаться. Это вот, да, это действительно мы. Но мы общались и раньше. В первую очередь, вот, в первый вечер, в первый вечер вы общались. Просто иногда хотят будем-то разговаривать. Ну, опять же, странно, потому что в первый вечер вы говорили. Получалось небольшое восстановление друг друга. Такое очень медленное, но верное. Потом стали больше общаться, я спрашивал советы. Потом уже стало выдумывать какие-то согласия для помощи. Ходил к нему с соседей ещё. Ага. Ну, то есть, вот здесь вы вновь начинаете в нём нуждаться больше, чем он в. То есть, по сути, ничего не меняется. Как не менялось с первым молодым человеком, с самым первым мужчиной женатым. Так и не меняется с ним. И опять в нём нуждаются. И глазки вы его принудили, чтобы он вас ласкал. И, соответственно, инициативу вы теперь берёте на себя и т.д. Всё это убивает активность мужчины в принципе. Вот. Он помогал всегда. Ему изначально хотелось узнать меня, а не мое тело. Откуда вы это знаете, что это так? Он изначально с него очень охотно занимался любовью, а потом о мере узнавания чувствовал, что больше ему нравится. Ну, вы знаете, бедный несчастный парень, которого девочка заставила заниматься сексом. Ну, вы серьёзно? Вы серьёзно это говорите? Я надеюсь, что ничто нет. Вы здесь опять же пытаетесь молодого человека сделать типа как? Ну, как жертву, может быть, как того, кого вы заставили. То есть себя очернить, а его выставить как ничего не умеющим, ничего не решающим. Это тоже деструктивный момент. Получается, что вы не уважаете выбор своего, ну, своего молодого человека. Его никто не вставлял с вами встать. Его никто не вставлял заниматься с вами сексом. Он это делал, и я уверен, что ему это нравилось. Да, потом стало нравиться больше, когда вы друг другу узнавали это, да. Но это, ещё раз повторю, это его выбор, это его решение. И интерес представляет то, откуда вы берёте вот эти вот взгляды на ситуацию. Что он не очень охотой занимался сексом. Что он хотел узнать у меня, а не моё тело. Ну, откуда? Как это у вас происходит? А происходит это, наверное, по причине вашего собственного поведения. То есть, вы так сами воспринимаетесь в ситуации. Вы так сами воспринимаете отношения. И для вас такие. То есть, это, по сути, такая, знаете, принуждённость, может быть, нужда. А что может быть по-другому, вы, скорее всего, себе не представляете. Так, эээ, значит, эээ, значит, эээ, дальше. Идём. Так, эээ, он изначально, изначально, так, эээ, а потом я как-то влюбляться, что ли, начиная? Эээ, нет, я бы сказал, что не влюбляться, а вас привязанность, привязанность появилась, появилась. Это не, не влюблённость. То есть, не любовь. Ага, чувства стали повыщаться и у него, и у меня. Это привязанность. Я стал переживать немного, что начинали эти отношения не так. Ну, вот опять, да? То есть, вы стали себя винить, обвинять. А то, что вы сделали что-то не так. Вопрос. А могли ли вы сделать как-то как-то по-другому, по-другому? В той ситуации, в которой вы были. Ответ? Конечно, не могли. Более того, если бы вы начали отношения по-другому, у вас бы ничего бы не было. Скорее всего, потому что мужчина слишком нерешительный. Но вы себя словно вините. А это значит, что вы не принимаете себя. Опять же. Не принимаете себя. И свой выбор не принимаете. И ответственность за свой выбор вы нанесёте. Понимаете? Дальше. Он меня никуда не звал. А мне начало это вдруг катеть. То есть, знаете, вам хочется не счастливым человека делать. Да? Вам хочется не для него что-то делать. А хочется, чтобы он вас звал куда-то. То есть, это ваша потребность. И это, это, и обуславливает вашим привязанным. То есть, в какой-то момент вы увидели в нём мужчину, который может дать вам то, чего вы хотите. Чего вы хотели всегда. Вот. Ага. Так. Я сама предложил ему. Он как-то отнекнулся. Ну вот опять, да. Вы занимаете доминирующее положение. Если в сексе женщина доминант это ещё неплохо для мужчин, которые любят это, то в отношениях не интимных, женщина доминант, по сути, подавляет мужчину, ну в глобальном смысле слова. Вот. Сейчас я понимаю, что чувства растут, мне хочется большего. Опять же, что значит чувства растут? Когда чувства растут, если это любовь, то мне хочется делать для человека. Вы же говорите, что мне хочется большего, то есть вам хочется. Чего хочется? Я стал совсем другой с ним. Более мягкой, ласковой настоящей девочкой, как бы уже долгое время не было. Ну, я конечно не знаю, но здесь, мне кажется, есть некая какая-то идеализация, романтичность, детскость, наивность. Идеализация, потому что, ну, поэтично очень звучит, я бы сказал, даже эпатажно немного. Как бы у вас не было болезненной потребности во вниманию. Вот. У меня горят глаза, он тоже расправил крылья. То есть вот это вот, что-то, что-то. Вот такое ощущение, что вы видите то, что хотите видеть. Опять потом будет разочарование. Так, стал более уверенно вести себя со мной, стал доходить ко мне, помогать, стал мужчиной. А раньше мужчины не было. То есть только когда он, как говорится, расправил крылья и стал более уверенно в себя вести, по вашему мнению, он стал мужчиной. А до этого он кем был, кем был. И спали, спали вы с кем. После того, как стал нуден и любим. Такие у вас созависимые отношения. Я бы сказал. Он не уверен в себя, вы до конца не уверены в себя. Но если вот он на вас потренируется, вырастет и станет мужчиной, как вы говорите, большой вопрос, будете ли вы ему нужны. Я пытаюсь всячески говорить с ним. Опять же, почему вы смотрели позавчера фильм вместе первый раз, он тоже тянется, но не так активно, как мне хочется. Это говорит о том, что у вас с ним не любовь. Либо любовь, но не в чистом виде, а с примесами своих желаний, которые нужно исследовать и реализовывать самостоятельно. Потому что, если вы любите человека, то вы принимаете любую его активность и любого его. Так. Значит, ну я его понимаю, девочка вела себя патологистично, лежа в трусы, тут вдруг любовь захотелась, чтобы ее по ресторанам водили. Ну, здесь, опять же, чувство вины, обесценивание себя. Мужчина все это чувствует и у него есть соблазн вас использовать. То есть, по сути, как предыдущий молодой человек. Осторожнее с этим, обвинять себя не нужно. Если чувство вины есть, то его нужно прорабатывать, от него нужно избавляться, точнее его нужно раскрывать. Но нужно отмечать свои слова, что сделано, то сделано. Еще раз повторю, без этого у вас не было бы отношений. Так. Значит, грубо сказано, но примерно так. То есть, вот здесь вы, опять же, склонны себя обвинять. Друзья, сама задала такой тон отношений. Сейчас мне уже хочется больше его надвинуть, это уже тяжело. Да. Вы задали такое тон отношения. Вы задали, потому что вам этого хотелось. Из этого что-то получилось больше. Это прекрасно. Вам хочется еще больше. Вот. Свои желания нужно исследовать. Уже притерлись так жить, ходить ему никуда не охоты, секс есть. Ну, он не боится вас потерять. Я полагаю, что здесь нужно поисследовать мужчину, если вы хотите быть с ним. И просто немножко, немножко подкорректировать свое поведение, чтобы он проявлял больше активности. Вот. То есть, может быть, более игриво себя с ним нести, флиртовать. Ну, вот. Ролевые игры. Используют. Ну, не сексуальные, а более такие, житейские. Ведет вот на данное число, я уже начинал реально переживать и плакать. Из-за чего? В первую очередь, того, что меня, можно сказать, жизнь наказала за то, что я с 40-го начинал эти отношения, даже не подумав, что мне придется потом прикладывать усилия, чтобы что-то... изменить. Ну, понимаете, во-первых, у вас никакая жизнь не наказывала. Это был ваш выбор, это вследствие того, что я люблю. То есть, ни о каком наказании речь не идет. Вот. Это первое. Первое, это нужно взять ответственность на себя за то, что вы делали. Второе. Вы говорите, мне приходится что-то делать, чтобы что-то изменить. Опять же противоречие. Если человек что-то хочет, он берет и делает для того, чтобы что-то изменить. Это нормально, если человек что-то хочет. Если вы не хотите, если вы тягатитесь от того, что нужно что-то менять, что менять ничего не стоит. То есть это противоречие, его нужно разрешить. Да ты можешь, всегда можешь влюбиться в там не подходящий момент, и даже после одной сильной любви, если что с ее любить. Но это я не очень понимаю, что вы хотели этим сказать. Вот. Но, еще раз повторю, то, чтобы прикладывать усилия для того, чтобы создать мир, это исключительно ваша ответственность, потому что вам это надо. Никому больше, кроме вас, это не надо. Самое главное мне хочется стать перед человеком этим и, и, так, и извиниться, что я вела себя с ним так. Ну извиниться, по сути, обеценить, обеценить, что-то уделать. Вот. Я думаю, что извиняться не стоит, потому что извиняться вам не за что, по сути, ибо, еще раз повторю, его никто ни к чему не принуждал, и никто не заставлял. Вот. Извиняться не надо. А вот объяснить, почему вы так поступили, и что простимулировало вас так, что это да, это нужно. Но, опять же, вы пишите, что вы не знаете, что на вас нашло. Сперва нужно разобраться с тем, что на вас нашло, а тогда уже это нужно будет донести до молодого человека. Что позволяло такое отношение к нему? Нет. Это он позволял к себе так относиться. Оставьте вы за человеком возможность выбирать. Оставьте. Вот знаете, это не любовь. И вы не уважаете человека, вы не уважаете мужчину. Сам он, по вашему мнению, вообще ничего решать не может. Может быть, он занимается вам не может, но это не имеет значения для вас. Я не знаю, что мне сейчас делать. Что делать, чтобы что? Я хочу все изменить. Что именно и для чего? Я хочу, чтобы мы были настоящей парой. Это ваше желание. Это вам нужно. За этим желанием что-то ставить. Что-то другое. Посмотрите, об этом нужно подумать. А молодой человек не несет ответственность за то, что вы хотите стать парой. Потому что, если он даже захочет быть с вами парой, то это будет его видение пара, не ваше. И вам придется принять его видение. А вы здесь говорите о том, чего хотите вы. Прогулка, кафешка, фильмы и поцелуи. А если молодого человека это не интересует, что делать тогда? Это все идет, но медленно. Медленно и вас это не устраивает. Чем? Эээ. Эхм. Насчет прогулок пока не зовет. И не позовет, если вы не измените свое поведение и будете вести себя вот так. Эээ. Я бы хотел ваше мнение, дорогие эксперты. Может ему рассказать все как есть. А что именно рассказать? Эту историю? Ну расскажете вы ему и все сведется к тому по сути, что вы его использовали. Но он это и так понимает. Что рассказывает? Рассказывать нужно о том, только что на вас нашло. А вы не знаете, что на вас нашло. Поэтому вот это нужно исследовать и это нужно ему рассказать. Да. Рассказывать о своих чувствах нужно, что испытываете на данный момент. Но опять же перед этим нужно разобраться в себе. Да потому что любовь? Нет, не любовь у вас. Это привязанность. Скорее. Эээ. Так. Значит тут вы оправдываетесь. Хоть говорить, что не потому что я шлюха, а потому что так сложил жизни. И продолжит мол, что хочу настоящих отношений, а не токсичных. Ну опять же. Опять же. Если говорить о том, что такое шлюха, да, то это женщина, которая получает деньги за секс. Ну и деньги за секс не получает. То есть вы не шлюха. Спали вы только с ним. Соответственно вы тоже не шлюха. Потому что шлюха спит со всеми подрастом, да. Ну вот. То есть вы себя такой считаете и вы обвиняете себя. И вы считаете себя виноваты. Это вам погода не делает. И выгодной позиции в отношениях вам это не даст абсолютно. 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 То есть вы хотите отношения, он знает и так. Говорить об этом ему, ну мне кажется, не стоит. Особенно если вы действительно не глупые. Такие, как вы говорите. Ага. Токсичные отношения, если и будут, будут только из-за ваших действий. Значит. Так. Еще в связи с этим исключить секс пока из наших отношений. И чего. И зачем. И чтобы что. И с какой цели. Я полагаю, что стоит спросить у него, как он относится к сексе с вами. И вот уже исходя из этого, думать дальше. А так вы не можете так поступать. Смотри, есть еще и мужчина, у которого есть свое мнение тоже. Поэтому вы можете исключать секс только если вам неприятно. Только если вам будет дискомфортно и есть вред. И вы можете об этом сказать. А исключать секс только потому, что вы вдруг начали бояться, что вы шлюха. Извините, это детская позиция. Так. Значит. Может ли это послужить мотивацией куда-то позвать или нет? Нет. Нет. Это послужит мотивация воспринимать вас не серьезно. Только. Исходя из моих мыслей и чувств, как лучше вывести туда, куда мне хочется? Никак. То есть вам хочется, нужно решаться настоятельно. Без молодого человека. Подтолкнуть, подхитрить, это все манипуляция. Манипуляцией, я, например, манипуляцией вас учить не буду. Исходя из нашего медленного развития, может ничего не сделать. Пускай так идет, по идее, если все нормально, вытечет вас встреча. В случае того, что вы живете в одной квартире, и в случае того, что вы соседи, вероятность есть, наверное, маленькая. Тут надо, надо именно свое поведение корректировать, ничего не меняя, по сути. Да? Ничего не меняя. Вот в целом. Но поведение корректировать и более мелко, более тонко. Например, предложите ему еще раз куда-нибудь сходить. Если он скажет нет, значит, покажите, что вам грустно. Скажите, что вам неприятно. Покажите, что вам, ну, тяжело, например. Посмотрите, как он отреагирует на это. Я понимаю, что ему 20 лет, что он еще гибкий. И можно еще что-то изменить, поэтому я не теряю надежды на изменение. Ну, вот опять, вы, о какой любви говорит речь, о какой любви можете терять, если вы человека пытаетесь изменить, если вы хотите изменить человека. О какой любви можете терять? Это не любовь. Это просто желание воплотить все свои потребности в этом мужчине. Использовать его. Так, ну, в принципе, в принципе, в принципе все. Хоть пишите надежды на изменения, и плюс все-таки все потихоньку, даже параллельно нажимать. Секс развивался, привело к чувствам. Так вот, ваша проблема в том, что вам этого мало. И вы возлагаете ответственность на мужчину за то, что вам этого мало. То есть он должен меняться, чтобы вам было хорошо. Это эгоистично. Это эгоистично, и это нужно корректировать. Иначе здоровых отношений у вас не будет никогда, раз вы хотите человека поменять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, и я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.